17 февраля 2017 года главы Луганской и Донецкой народных республик Игорь Пуатницкий и Александр Захарченко объявили о начале действия гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Целью программы является помощь мирному населению, проживающему в районах Донбасса неподконтрольных республикам. Помощь осуществляется путем развития и укрепления культурных, гуманитарных и профессиональных связей, а также оказания социальных и административных услуг. Вы смотрите программу «Путь правды». Меня зовут Марина Еремченко. У нас в студии гость министр науки и образования ДНР Лариса Полякова. Здравствуйте, Лариса. Программа по воссоединению Донбасса стартовала. Есть уже желающие продолжить свое обучение на территории Донецкой народной республики? — Получить профессиональное образование. Я думаю, что есть, потому что за несколько дней работы горячей линии поступили уже несколько десятков звонков с вопросами о том, как это будет происходить, какая процедура, какие документы. Вопросы уточняющего характера. И я напомню, что в области образования гуманитарная программа будет осуществляться в области получения профессионального образования, среднего и высшего профессионального образования. И еще мы готовы принять детей с ограниченными возможностями здоровья в наши школы-интернаты с различными нозологиями. Об этом тоже спрашивают в телефонных звонках. Нам поступают запросы и вопросы на электронный ящик. Мы на официальном сайте Министерства образования и науки создали вкладку с более полной информацией о том, что осуществляется в рамках этой гуманитарной программы. То есть полная информация доносится до жителей Донецкой области, той части, которая не подконтрольна республикам. А вот те дети, которым нужно особое обучение, они могут получить средне-специальное или высшее образование? Ну да, конечно. Сначала они обучаются, воспитываются и получают среднее образование в школах-интернатах. Потом, когда они уже выйдут из интернатов, будут выпускниками уже школ, получат аттестат об образовании, тогда у них есть возможность, будет возможность поступать в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. А дончане, которые уехали в другие области Украины, у каждого жизнь сложилась по-разному. Кому-то пришлось уехать и в Винницкую область, и в Николаевскую, и в Одесскую, и в Киевскую. Вот они могут принять участие в этой программе? Они могут принять участие, если они подадут документы. А расскажите вот о самой программе. Что она включает в себя? В области образования? Да. Поступление на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального образования происходит на основании документов об образовании. То есть можно не сдавать, можно проходить государственную итоговую аттестацию, а если это жители Донецкой области, они подконтрольные республикам, то это результаты ЗНО. Но в образовательные учреждения среднего профессионального образования результаты ЗНО и не требуются. То есть можно участвовать в конкурсе на получении бюджетного места для обучения в техникумах, в колледжах, в училищах ДНР. Для того, чтобы участвовать в конкурсе на получении бюджетного места в образовательном учреждении высшего профессионального образования, обязательно нужно предоставить в пакете документов и результаты ЗНО. И это только мы в этом году приравниваем результаты ЗНО к ГИА, но при этом нужно обязательно, чтобы ЗНО-дети сдавали те предметы, которые требуют, которые выставили наши вузы для поступления в эти вузы. Обязательный русский язык для выпускников ДНР в 11 классе – это изложение с обязательным творческим заданием. Ну а для детей Донецкой области – это украинский язык. Может быть, кто-то и русский выберет, кстати. Для 9 класса обязательно еще и математика. Для 11 класса дети могут выбирать еще дополнительно по выбору один либо два предмета, такие, которые нужны им для поступления в высшее учебное заведение. Что еще? Дети с территории подконтрольных в Украине могут подавать документы в электронном виде. Но когда придет время зачисления, тогда, конечно, нужно явиться лично, предоставить оригиналы. Только лишь на основании оригиналов будет зачисление на бюджетное место. Ну и еще я напомню, что для тех, кто планирует поступать в высшее учебное заведение творческой направленности, либо спортивное, то, конечно, вас ожидают еще и испытания, либо собеседования здесь, вот в учебном заведении. А я хочу напомнить нашим зрителям о том, что работает сайт гумцентр.су, сайт Министерства образования ДНР и горячие линии. Номера телефонов вы видите на экране. Вопрос о трудоустройстве возникнет у каждого абитуриента, который выбирает себе будущий институт. Будет ли какое-то трудоустройство? Сейчас уже разработана программа трудоустройства и практической подготовки и будущего распределения выпускников образовательных учреждений и среднего и высшего профессионального образования. Сейчас эта программа на стадии согласования, но она очень востребована, эта программа. И я думаю, я просто уверена, что она будет внедрена у нас в государстве, потому что она очень востребована, учитывая то, что у нас очень тесное сейчас взаимоотношение и тесная связь, взаимная работа с Министерством промышленности ДНР, с Министерством эконом-развития. То есть, собственно говоря, формирование контрольных цифр приема, это бюджетные места для поступления абитуриентов в ВУЗы и в техникумы, в учреждения и СПО, и ВПО, они формируются по заказу экономики государства, по заказу. То есть, мы получаем заказ на подготовку специалистов, мы должны выпускников этих специалистов, которые мы подготовили, в дальнейшем трудоустроить. Естественно, этот процесс будет осуществлен, потому что самое главное, я считаю, в этой программе заинтересовано государство. Лариса, учебный год близится к своему завершению. Вот кем вы видите выпускника этого года? Вот что изменилось? Что должно измениться? Должно измениться... Ну, вообще, наши дети уже изменились по сравнению с тем, что мы наблюдали до войны, какой результат давала украинская система образования и то, что сейчас происходит в системе образования. Ну, если проводить какие-то аналогии, да, вот давайте мы будем говорить о том, что Донецкой Народной Республике сейчас приоритеты даются предметом естественно-научного цикла, мы хотим повысить уровень технического образования, мы хотим правильно воспитать наших граждан, детей на основе традиций, советских традиций, советской школы, правильной истории, правильного понимания жизни и интерпретации исторических фактов. Вот это мы хотим получить в результате. У нас это получается благодаря урокам гражданственности, которые мы ввели в прошлом году в учебный процесс по инициативе главы Донецкой Народной Республики. Благодаря тому, что история, в том числе и мировая, и в том числе и история Донбасса, преподается сейчас нашими педагогами и учеными правильно. И мы считаем, что мы идем правильным путем. И самое главное, я не устаю повторять, то, что сейчас украинская система образования, не она уходит в компетентностный подход, а мы все-таки культивируем и будем продолжать развивать систему образования науки, все-таки основываясь на системном подходе. Украина старается упрощать сейчас систему образования, объединяются предметы, это идет к деградации? Ну, как вам сказать, упрощать? Нет, я вот только что сказала, что Украина уходит в развитие системы образования и вообще в содержание образования, уходит совершенно в другое русло. Компетентностный подход — это узкий, если грубо говоря, то это просто наполнение компетентностями для узкой работы, для узконаправленной какой-то деятельности. Мы же все-таки считаем, что ребенок должен развиваться гармонично. Он должен понимать и историю, и культуру, и искусство, и процессы, происходящие и в мире, и в природе. То есть это, естественно, уже научный цикл. То, что делают в старших классах на Украине, алгебру, геометрию, физику, химию, убрали в цикл по выбору, это, конечно, недопустимо. Это недопустимо. Ну, это чистый компетентностный подход. Нам это чуждо, мы это не приемлемо. Лариса, расскажите, что ожидает выпускников школ, будущих абитуриентов, будущих студентов уже в новом учебном году? Я не делаю разграничения среди студентов СПО и ВПО. Это студенческая среда, это студенческая жизнь. Что их ожидает? Интересная студенческая жизнь во всех направлениях. Это и получение знаний, потому что костяк преподавательский остался и в СПО, и в ВПО остался. Это материальная база, особенно если человек хочет получить техническое образование, это база. Если хочет получить профессию в сфере услуг, тоже у нас очень хорошая база. Это интересная общественно-политическая жизнь, потому что у нас очень тесные связи с общественной организацией «Молодая республика», которая участвует во всей студенческой жизни, во всех направлениях. Это и, конечно же, общение со сверстниками. Это, конечно же, интересная очень жизнь в своем ВУЗе, либо в своем учебном заведении. У нас каждый ВУЗ имеет партнеров, друзей в Российской Федерации. Это несколько договоров о сотрудничестве с российскими ВУЗами. Эти договоры предусматривают не только осуществление и реализацию программы двойных дипломов, но и обязательная мобильность, обязательное общение. Это и взаимоучастие во всех и научных мероприятиях, и в общественных, и в культурных мероприятиях, которые происходят в рамках того или иного, тех или иных учебных заведений. То есть, что ожидает абитуриентов на выходе? Это конкурентно способный документ об образовании. Это возможность либо получения хорошего места работы, либо направления в науку. Это уже в зависимости от желания. И самое главное — это студенческая молодая пора, самая веселая, самая хорошая, новое знакомство, новая любовь. Может, кого-то первая. Учащиеся ДНР показали отличные результаты. На отборочном этапе Олимпиады Ломоноса, который проводит МГУ, определены победители заключительного этапа. Расскажите поподробнее. Я начну с того, что дети ДНР талантливы во всем. Они талантливы и в музыке, и в литературе, и в химии, и в физике. Во всем. И дети ДНР очень много ездят. Участвуют в очень многих мероприятиях, которые проходят и на территории Российской Федерации, в их образовательных учреждениях, организациях. И у нас в ДНР наши дети талантливые. И они привозят призовые места, действительно подтверждая уровень. Причем я с полной ответственностью говорю, что к детям, к нашим детям относятся объективно. То есть, если это высокое место, значит, это действительно хорошее знание и хороший результат. Что касается Олимпиады Ломоносов, мы уже отправляли наших детей для участия в очном туре, в заключительном по химии, по географии, в Москву, в Московский государственный университет. Знаете, я вот буквально на прошлой неделе вернулась из Москвы. Я заходила в университет. И о наших детях отзываются очень хорошо, оценивая высокий уровень подготовки тех детей, которых мы привозим. Я очень горжусь. У нас остался уровень образования, который всегда считался, я, насколько помню, всегда в Донецке считался очень высокий уровень образования. И считался, и считается. И мы стараемся, очень стараемся это подтверждать и держать эту высокую планку. Расскажите еще о проекте информатизации образовательных учреждений. Вы имеете в виду КМ-школу? Да, КМ-школа. Ну, это уникальный проект, который мы внедряем уже второй год в систему образования Донецкой Народной Республики. На самом деле он изначально рассчитан для детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть для тех детей, которые не могут посещать по состоянию здоровья, они могут посещать школу, которая находится на индивидуальном обучении, которым не хватает вот тех уроков индивидуальных, которые проводят с ними учителя приходящие. Это ресурс, электронный ресурс, который создан и разработан на основе интернет-технологий. Он представляет собой очень мощный такой образовательный мультимедийный контент, естественная система поддержки, система работы с ним, с этим контентом. Мы сейчас внедрили уже в школы Республики, их много уже, около 40 школ внедрили. Но, к сожалению, не можем это сделать быстрее, потому что технически. Еще не очень мы готовы полностью к внедрению этого проекта. Этот проект состоит из двух частей – КМ и ЕКМ школа. То есть школа, КМ школа – это ставится на индивидуальный, на персональный компьютер, просто контент, и ребенок пользуется. Это и мультимедийные уроки, это и библиотека электронная Кирилла Мефодия, это и методические указания, это и контрольные какие-то задания, тестовые задания, может быть, какие-то обучающие такие. А ЕКМ – это все то же самое, только в режиме онлайн можно работать. Ну, институт, у нас целый институт проблем искусственного интеллекта занимается этим проектом. Собственно говоря, это тема научная, и она внедряется. Будем надеяться, что тема внедрится, и система заработает не только с детьми, которые на удаленном обучении, возможно, будут дистанционные, для института будет использована эта программа для дистанционного обучения. Конечно, с ней знакомы наши юные педагоги, вы знаете, что у нас пединститут, педагогический институт, работает у нас три педагогических колледжа, а, конечно, будущие педагоги в том числе знакомятся с этой программой, потому что это такое хорошее очень подспорье для работы учителя. Лариса, спасибо, что пришли к нам в студию. Напоминаю нашим зрителям, что у нас в студии гость, министр образования и науки Лариса Полякова. Вы смотрели программу «Путь правды». Не переключайте канал.